Этот маятник может свободно качаться на оси электромотора, но его колебания довольно быстро затухают из-за трения. Включим мотор, чтобы он медленно вращался. Снова качнём маятник, и он раскачивается, не затухая. Такое устройство называется маятником Жуковского фруда. Раз колебания не затухают, это означает, что к маятнику подкачивается энергия, и энергия здесь может подкачиваться только трением, но как раз из-за трения маятник должен затухать. В чём же тут дело? Если бы сила трения не зависела от скорости, то маятник, конечно, остановился бы. Но в действительности сила трения при небольших скоростях убывает с увеличением скорости. Когда направление движения маятника совпадает с направлением вращения оси, сила трения разгоняет маятник. А когда эти направления противоположны, сила трения тормозит маятник. Скорость маятника относительно оси в первом случае меньше, а во втором больше, поэтому разгоняющая сила трения больше тормозящей. В результате амплитуда качания маятника увеличивается, пока не наступит такой режим, в котором подкачка и потеря энергии сравниваются. Скрипачи натирают смычки канифолью, чтобы сила трения смычка струну тоже убывала при увеличении скорости. Струна скрипки совершает поперечные колебания, и смычок, кто разгоняет струну, то тормозит ее. И опять разгоняющая сила трения оказывается больше тормозящей, поэтому колебания струны не затухают. Колебания струны сами регулируют поступление энергии от смычка. Такие колебательные системы с саморегуляцией подвода энергии называются автоколебательными. Этот воздушный рожок состоит из баночки, на которую натянута резиновая мембрана. Через отверстие в баночку введена трубка, которая касается мембраны. Через боковое отверстие в баночку вдувается воздух. Подуем в трубку, и рожок начинает громко гудеть. Внутри банки создается повышенное давление воздуха, которое отклоняет мембрану от торца трубки. Столб воздуха в трубке совершает свободные колебания, то сжимаясь, то разжимаясь. Периодическое повышение и понижение давления толкает мембрану на частоте этих колебаний. Так что щель между мембраной и трубкой то закрывается, то открывается. Но почему эти колебания не затухают? Когда щель открыта, воздух из банки втекает в нее с большой скоростью. Из-за эффекта Бернули давление в области щели падает, мембрана ударяет по воздушному столбу и закачивает в него энергию, обеспечивая автоколебательный режим. Вставим в банку трубку подлиннее и звук рожка становится ниже. Это понятно. Чем длиннее труба, тем больше длина звуковой волны и тем ниже частота колебаний. Сделав в трубе ряд отверстий, мы можем менять длину воздушного столба и играть на рожке незамысловатые мелодии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова